На календаре начало апреля, а в Свердловской области уже зарегистрированы первые пострадавшие от укусов клещей. В Артёмовском городском округе подобных происшествий пока не зарегистрировано. Тем не менее, жители города и тем более сельских населённых пунктов уже сейчас должны задуматься о профилактике клещевого энцефалита. На данный момент на территории муниципалитета идёт интенсивное подписание документов на акарицидную обработку лесопарковых зон города от клещей. Можно ли противостоять маленькому насекомому, укус которого может стать смертельным? Об этом и многом другом рассказал артёмовским журналистам, заведующий эпидемиологической службой Артёмовской центральной районной больницы Александр Микушкин. Александр Юрьевич в очередной раз утвердительно заявил, что самая эффективная мера профилактики против клещевого вирусного энцефалита – это плановая вакцинация, которая проводится круглогодично, без календарных ограничений, начиная с возраста 15 месяцев. Человек, который имеет вакцинацию, либо ревакцинацию, при укусе клеща, который заражён клещевым энцефалитом, заболеваний не возникает. Если оно заболевает при попадании очень большой дозы вируса, то оно протекает в лёгкой форме, никаких осложнений у человека не возникает. Поэтому на сегодняшний момент, сейчас как раз наступает время, когда те люди, которые ещё не начали свой курс вакцинации, либо которые подходят срок для вакцинации, могли современно поставить, и тем самым иммунитет против клещевого энцефалита у них был сохранён. Тем самым они сами себя обезопасят от укуса и, если ты заражён, от именно возникновения клещевого энцефалита у человека. Нужно отметить, что вакцина от клещевого энцефалита на территорию Артёмовского городского округа поступает регулярно. Бесплатно были привиты пенсионеры и дети дошкольного возраста с разрешения родителей. Все остальные группы населения о своём здоровье и профилактике клещевого энцефалита должны побеспокоиться самостоятельно. Вакцина на сегодняшний день есть. Стоит она 450 рублей. Буквально вчера она поступила, сейчас я был в привычном кабинете, она имеется. Поэтому, кто желает, чтобы здоровье у меня было благополучное, не было возникновения всяких реакций после укуса клещей, значит, своевременно можете поставить платную вакцинацию. Главный эпидемиолог района отметил, что в случае укуса клеща не нужно проявлять самостоятельность. В данной ситуации необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать последствий укуса маленького, но очень опасного насекомого.